Казахстанская авиация Казахстан смог снять все ограничения на полеты в стране Европейского Союза. Что вызвало такие строгие проверки и как стране удалось восстановить доверие? Об этом и многом другом мы поговорим с генеральным директором авиационной администрации Казахстана Каталином Раду. I'm glad to welcome you, Mr. Rado. Для справки хотелось бы сообщить, что авиационная администрация Казахстана была создана в 2019 году и призвана следить за безопасностью полетов, осуществлять технический контроль и надзор за соблюдением требований гражданской авиации. Проще говоря, администрация работает над развитием гражданской авиации в Казахстане и обеспечивает безопасность полетов. Они проверяют, чтобы все авиакомпании соблюдали правила и законы. Mr. Rado, что такое черный список ЕС и почему едва не попали в него? Расскажите подробнее. Еще раз благодарю вас за приглашение. Это называется список безопасности полетов ЕС. Мы не называем его черным списком, но раньше так было, а теперь это список безопасности полетов ЕС. Кроме того, существует комитет специалистов из ЕС, Европейского агентства по безопасности, и из государств-членов 27, государств-членов, которые принимают решения. Они собираются каждые 6 месяцев и принимают решения о том, какую страну или компанию включить в черный список. После создания авиационной администрации Казахстана в 2019 году у нас произошла авария в 2022, а также из-за некоторых плохих результатов проверок, которые были проведены в отношении некоторых наших компаний, осуществляющих полеты в Европу, мы в конечном итоге предложили снова включить Казахстан в черный список и в список по безопасности полетов. Когда меня пригласили приехать сюда и помочь, это было за несколько недель до заседания Комитета по безопасности полетов. На основе плана, корректирующих действий, которые я обсуждал с комиссией, а также предположений и политической приверженности правительства, нам удалось убедить Комитет по безопасности полетов не включать нас в черный список и начать работать вместе с комиссией в очень тесном сотрудничестве. Они будут приезжать каждые 3-4 месяца. Мы отправляемся в Брюссель. Они приедут, чтобы проверить выполнение плана корректирующих действий в течение следующих двух лет. И, наконец, в феврале этого года мы провели еще одну проверку, чтобы убедиться, что все меры были приняты. И в мае этого года мы обратились в Европейскую комиссию и, основываясь на слушаниях, которые мы там провели, мы убедили их, что все в порядке, и мы готовы прекратить это очень тщательное наблюдение за тем, что мы делаем. На данный момент мы сняли все ограничения, которые ранее были наложены на Казахстан. Как вы оцениваете текущее положение дел в авиационном секторе Казахстана? Как я уже сказал, сейчас мы находимся на этапе, когда трафик растет, и нам действительно нужно быть готовыми к этому росту трафика. Трафик у нас ежегодно увеличивается почти на 20%, что намного выше, чем у обычной авиации в мире. В 2020 году объем перевозок у нас был на 64% выше по сравнению с 2019, тогда как на глобальном уровне этот показатель был достигнут только недавно. Таким образом регион развивается, и трафик стремительно растет, и мы должны быть готовы к этому. В данный момент мы показываем Европейской комиссии и другим нашим партнерам по безопасности полетов, что мы находимся на том уровне, на котором можем самостоятельно развивать авиационную отрасль здесь, в Казахстане. И вдобавок ко всему, мы получили подтверждение того, что являемся примером успеха в реализации реформ в авиации, и можем слушать примером для других стран региона. Какие шаги предпринял Казахстан для снятия этих ограничений? Практически мы начали с того, что работали вместе. Я, как технический специалист, а также тогдашний председатель комитета гражданской авиации, господин Ластаев, представитель посольства в Брюсселе, представитель министра идеи заключалась в том, что мы вместе работаем над этим, и нам нужна вся политическая и финансовая поддержка правительства, чтобы помочь мне реформировать организацию. После этого я реорганизовал авиационную администрацию Казахстана, мы почти удвоили бюджет, сделали ее более привлекательной для специалистов, чтобы они приходили и работали у нас. Когда я пришел, несколько должностей оставались вакантными в течение нескольких лет. После утверждения бюджета и завершения всех процедур у нас было более 400 кандидатов на 55 вакантных должностей, которые мы открыли. Это показало огромный интерес к работе в администрации. Мы увеличили количество тренингов для наших экспертов в 6 раз. Мы наняли более 80 человек в нашу авиационную администрацию Казахстана. Мы начали приводить все процессы в порядок, чтобы убедиться, что мы соответствуем всем международным и региональным нормативным требованиям. На национальном уровне мы это сделали, но это не ограничивается национальным уровнем. Мы начали работать с международными партнерами. Мы подписали трехстороннее соглашение с управлением гражданской авиации Ирландии и ЕАСА Европейским агентством по безопасности полетов. Мы начали сотрудничать с крупными игроками, чтобы добиться успеха и обеспечить соответствие стандартам на самом высоком уровне. Какие перспективы открылись после того, как Европейская комиссия сняла все ограничения по черному списку безопасности полетов с Казахстана неделю назад? Практически я могу рассказать вам, что происходит, если вы попали в черный список. Авиакомпании будут избегать полетов в эту страну. Гражданам Европы рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Казахстанским авиакомпаниям запрещено летать в Европу во все 27 стран. Это практически наносит ущерб бизнесу, и вся авиационная отрасль находится в очень плохом состоянии. Выход из этой ситуации открыл нам путь к привлечению большего числа туристов, увеличению числа авиакомпаний, которые будут летать сюда, и к тому, чтобы наши авиакомпании могли летать в Европу. Они уже летают, но сейчас у них появилось больше возможностей. Это повышает доверие к отрасли, а также улучшает имидж страны с точки зрения привлечения туризма, инвестиций в авиацию и авиационную промышленность, делая туризм и бизнес более прибыльными. Поэтому очень важно не попасть в черный список, не попасть в список по безопасности полетов. Хорошо, говоря о безопасности полетов, что мы имеем в виду конкретно? Перечислите, пожалуйста. Да, безопасность полетов означает, что вы создаете механизм, с помощью которого все элементы работают сообща, и все должно основываться на конкретных правилах, которые будут выполняться и соблюдаться, что даст нам ту производительность, которую мы имеем сегодня. Представьте себе, что 2016 год был лучшим годом для авиации во всем мире, и на 4 миллиарда перевезенных пассажиров пришлось всего 50 смертельных случаев. Это показывает, насколько эффективна авиация, и это благодаря регламенту по безопасности полетов, который ввел в действие нормативную базу, придающую безопасности полетов важное значение для авиации. Что происходит сейчас по этой причине? Как я уже сказал, у нас есть эксперты, наши инспекторы хорошо подготовлены. Мы также привлекли международных экспертов для работы рядом с нашими коллегами. На практике они хорошо подготовлены. Например, в прошлом году у нас в офисах постоянно работали 4 инспектора из Ирландского авиационного управления. Да, вы упомянули об этом. В Министерстве транспорта назвали одну из причин, напрямую влияющих на безопасность. Это ненадлежащее состояние аэродромных покрытий. О каких масштабах проблемы мы говорим? Имейте в виду, что вся авиационная инфраструктура Казахстана это старая инфраструктура, которой 30 лет, а некоторым объектами больше. Единственное исключение – аэропорт Туркестан, который был построен недавно с нуля. Но большая часть инфраструктуры находится в плохом состоянии. Сейчас Министерство транспорта действительно начинает активную программу по модернизации инфраструктуры, выделяя ресурсы туда, где их нет. Например, если есть аэропорты, которые принадлежат местному Акимату, некоторые из них являются частными. Идея заключается в том, что это целый процесс, который реализуется прямо сейчас. Он направлен на инвестирование в авиацию и инфраструктуру аэропортов. Это означает, что нам необходимо подготовить важнейшую инфраструктуру аэропортов на ближайшие 5-10 лет, чтобы справиться с ростом пассажиропотока, потому что очевидно, что трафик здесь есть и будет продолжать расти. Так что нам действительно нужно заняться этим прямо сейчас. Вы видите примеры, когда взлетно-посадочные полосы были отремонтированы или находятся в процессе ремонта. У нас есть несколько примеров, когда мы, как авиационная администрация Казахстана, ограничили работу некоторых аэропортов из-за плохой инфраструктуры. Хорошо. Как решается вопрос с незаконной застройкой при аэродромной территории? Да, у нас возникла проблема, и мы очень близки к закрытию нескольких крупных аэропортов только из-за этих незаконных построек, которые влияют на безопасность полетов практически из-за этого строительства. Какие это аэропорты? Первым, который, по сути, пострадал больше всего, был Алматы, и у нас были некоторые проблемы, также в Шимкенте и Астане, но не так сильно. Может быть, и в Шимкенте? Я сказал, Шимкент тоже пострадал, и на самом деле у нас есть ограничения на работу в одном направлении в Шимкенте. Проблема в том, что это не входит в компетенцию аэропорта. Аэропорт должен сотрудничать с местным акематом, потому что разрешение на строительство выдает не аэропорт, а местные власти. Поэтому нам нужно работать сообща, чтобы добиться успеха, а не разрушать эти сооружения, а принимать меры, которые будут способствовать устранению этих угроз авиации в районе аэропорта. Какова долгосрочная перспектива развития гражданской авиации в Казахстане? Что мы сделали, наша цель – фокус введение и укрепление нашей национальной мощи. Мы отлично справляемся со своей работой здесь, а также выходим на региональный уровень. Мы хотим стать лидером регионов Центральной Азии и странах СНГ. И мы также хотим войти в топ-10 мировых авиационных систем. Для этого мы пытаемся внедрить механизмы, которые позволят миру больше узнать о Казахстане. Одно из моих задач было рассказать о Казахстане и разместить его на авиационной карте, участвуя в различных мероприятиях и проводя их здесь. Например, мы только что завершили работу с Яру, с крупнейшим в мире игроком в области авиационных дронов. На следующей неделе у нас пройдет крупнейший грузовой форум ТИАКО, что привлечет внимание к Казахстану и поможет нам лучше выглядеть на международном рынке, а также стать участником системы. Мы также назначили правительством постоянного представителя ВИКАО в Монреале, что является еще одним шагом вперед в продвижении нашей деятельности. Кроме того, сейчас мы много работаем над тем, чтобы выявить и начать формировать следующее поколение авиационных лидеров Казахстана. Потому что я хочу, чтобы национальные эксперты взяли на себя руководство авиации. Очень хорошо, что правительство пригласило сюда экспертов для оказания помощи, но нам нужно передать свой опыт и сформировать следующее поколение лидеров, и мы делаем это. На региональном уровне мы создали так называемую Евразийскую конференцию гражданской авиации. Это крупная инициатива, которая также сделает нас сильнее и в конечном итоге выведет Казахстан на лидирующие позиции в регионе. Сегодня наша позиция, признанная Европейской комиссией, подтверждена результатами аудита ИКАО в области безопасности полетов. Мы де-факто являемся лидером, но теперь нам нужно работать, чтобы это закрепить и получить международное признание. Вы имеете в виду лидерство в Центрально-Азиатском регионе? Да, в странах СНГ. Практически мы хотим иметь возможность, и мы уже начинаем это делать, помогать другим странам, которые в этом нуждаются и у которых нет необходимого опыта. Сейчас мы начинаем это делать. Мы многократно посещали эти страны, чтобы оказать помощь. Мы привлекаем экспертов для прохождения обучения вместе с нами. Таким образом, на практике мы укрепляем нашу силу и наше имя в международном сообществе. Вот в каких странах? Мы были в Армении, Кыргызстане и Монголии. У нас много работы по взаимодействию с нашими коллегами. Сейчас, когда все на международном уровне говорят о бизнес-авиации, в Центральной Азии, первая страна, о которой они думают, это Казахстан, потому что мы стали довольно известными. Нам удалось убедить их в том, что мы обеспечиваем высокое качество наших услуг и обладаем отличной технической экспертизой в этой области. Но, как я уже говорил, все это возможно только при наличии политической и финансовой поддержки. И я хочу еще раз поблагодарить Комитет гражданской авиации, Салтанат Томпиеву, вице-министра Ластаева и, конечно же, министра Карабаева за их поддержку и за то, что они позволяют мне выполнять свою работу должным образом, без политического влияния и давления. Это нелегко, но нам удалось добиться признания нашей истории успеха Европейской комиссии. И я думаю, что сейчас чрезвычайно важно продолжить начатую работу и постепенно передавать наши методы и опыт следующему поколению казахстанских авиационных экспертов и лидеров. Хорошо, и последний вопрос. Сколько в Казахстане авиакомпаний и сколько из них осуществляют полеты? У нас есть 19 сертифицированных авиакомпаний, 7 из них имеют разрешение на полеты в Европу. Так что отрасль растет, и мы это видим. В связи с либерализацией рынка мы очень близки к подписанию горизонтального соглашения с Европой, и вы видите, что в Казахстан приходят новые игроки. «Казакэйр» была продана крупному инвестору, и рынок движется в сторону конкуренции и либерализации. Это чрезвычайно важно, и мы рады работать, чтобы в конечном итоге обеспечить надлежащий механизм авиационной безопасности и возможность для наших граждан и наших предприятий путешествовать здесь, в Казахстане. Спасибо вам, господин Раду. Я надеюсь, что у нашей авиации в Казахстане хорошее будущее. Большое вам спасибо за приглашение. Я напомню, что об авиационной отрасли Казахстана мы говорили с генеральным директором авиационной администрации страны Каталином Радун. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова